Итак, насколько я помню, в прошлом видео я так торговал с этим караваном, да, торговал с этим караваном и должен был помочь боярину Гасте или ограбить этот свадийский караван, я помогу Гасте, может караван не успеет убежать, да, боярин Гасте, атаковать противника, конницу я буду садить верхом, да, ну тяжелые стрелки пойдут за мной, их три человека, сейчас я их там поставлю на горке, пусть они там будут стрелять себе, хотя нет, лучше пусть идут в атаку, я уже помню в прошлой битве что-то, атакуйте, поставил их уже один раз, и они костей не собрали Что-то совсем тут худо и верно, ух ты гад, ты посмотри, он мне нанес удар какой серьезный Я просто не думал, что тут этот рыцарь, а их тут есть Ну ты, сейчас меня этот сержант убьют, ух их тут скука Надо уезжать, сейчас меня убьют Пусть они сами уже разбираются Ух ты, зараза, что я ухожу, сейчас точно, а это что такое, это Гастя, Гастя у нас, он короче воюет здесь, сейчас я за них спрячусь Гастя воюет, мощник воюет Мои лучники стоят, не понял, я что стрелкам сказал, стоять Я сказал всем атаковать, атаковать, что непонятно Они стоят, слышишь В атаку стрелки, в атаку, в атаку Пробрасывают меня, мои же личные стрелки меня пробрасывают Вот так вот Пехота, стрелки, пехота В атаку Они атакуют, короче, это вот это атакуют они Ну блин, козлы, а Круче Гастя, оказывается, командует моими войсками, стрелками пехоты Он не командует только теми, кем это самое я команду, да, кем я команду Рыцари Мы их уже всех перебили, я так понимаю Сейчас эти рыцари еще и меня побьют здесь Ага, сейчас я вот прячусь за ними Ага, сейчас я вот прячусь за ними Может еще удастся одного рыцаря Или они сейчас забьют, это ихняя пехота У меня уже нет жизни, я не знаю У нас же нужно копье, ну дайте им, о, все Отлично Молодцы, глушили судейского рыцаря Ты видишь, как получается, а? Гастя управляет моей пехотой и моими стрелками Угу Помог Ну да, 18 человек ранено, четверо убито Помог, Гастя В следующий раз буду хорошо думать, прежде чем помогать всяким гастям В следующий раз буду хорошо думать, прежде чем помогать всяким гастям Гастя 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 Мда. Победили. Да. И кто кому помогал, непонятно. Ну, я же всех. Всех моих лучников, всех моих всадников. Два тяжелых всадника убито. Благородный гвардеец убит. Сухоглася. Козлина. Ха! Да пошел ты, мудак. Вы славно бились. Так, забираем всех этих. Ковому, у рыцаря один есть. Хоть один рыцарь. Хоть восстановлю убитого этого самого гвардейца. Так, отрок тут есть. Старшие дружинники есть. Копеносец. Возьмем оружеборец. Ну, вегиров, конечно, заберем. Наемного конного лучника. Вегирских свадов. Вот этих бандитов, разбойников, свадов. Грабителей. Это все, короче, сейчас какому-нибудь каравану пихнем. Доступ к вещам. О, ну, хоть с вещами тут пока что нормально. Две лошади. Два этих самых. Два шлема. Два... Две этих самых. Бронированных доспеха. Две брони. Нормально. Уже можно. Так. Собрать 15 из 16 вещей. Эй, караванчик, караван. Стоп, сейчас я еще поговорю со свадийским рыцарем сразу. Ага. И... СПЛЕНДИД ГОЛД. Не знаю, что это означает. Ну, короче, так. Он сейчас будет мне помогать. Я не хочу твоей помощи. Так. Торговать с тобой. Продолжить. Сейчас мы с тобой торгнем. Играбить я его не буду. Просто... Из-за подла, чтобы Гастя мне не помогал. Продолжить. Так. И сейчас я у него возьму денег. Да. Кое-что нужно. Проход тут платный. Да. 1700. Давайте идите с миром. Хрен ты, Гастя, что получишь. Такой-сякой. Ну, вот это вот. Надо, наверное, местное ополчение грохнуть. Местное ополчение. Надо догнать и грохнуть. Просто местное ополчение состоит в таких юнитов, вне этих самых. Короле Стародуксов и Нору заключили мир. Ага. Вегири объявили войну к хиргийскому ханству. А я не хочу воевать с хиргийским ханством. Я хочу воевать с аранитским султанатом. Это ханство не упиралось. Сдавайся ли, умри. Атаковать противника. Давайте. Дайте. по этому самому хорнице. Соберегу. Ну, просто, чтобы взять в плен, чтобы у меня были пленные, не фракционные, которых я посажу в тюрьму в этом самом, и они будут приносить мне доход. иначе. Ну так сделать Builder's то продолжить и значит вот охране каравана караулный лучник и до зоны прекрасно готова доступ к вещам могут есть куча вещей которых я короче возьму 15 из 26 и продам вот этому ножскому каравану хочу торговать с тобой продолжить м продам эти вещи и продам там тех ребят которых я намеревался сдать не продам а сдам наем продолжить и значит караван караван наем нескольких воинов водительских арбалетчиков двое наем нескольких воинов это свадийский застрельщик пятеро в нескольких воинов как он и наемник вигирский 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 копеносец отрок младший старший бандиты бандитов грабителей и разбойников нескольких воинов посмотрим кто конный страж тяжелый всадник ледового грабителя охотник конный налетчик саранецкий дезертир старший дружинник младший дружинник отрок вигирский секирщик свадийский конный наемник вигирский конный наемник все я передумал уйти отряд и значит значит вигиры у меня здесь старшие дружинники есть поговорить с ними чтобы служить мне за деньги хорошо они мне служат за деньги готово ну все можно возвращаться где-то там к это самое к шаризу потихоньку может по дороге еще кого-нибудь побить ну с элитами и воевать не хочу ян переходит на уровень 16 адам переходит на уровень 15 отлично так я поговорим с я нам в твоих навыках ян я ну надо владение оружием значит 11 ловкостью яна давай ян старайся дальше и адам поговорим с адамом что ты можешь рассказать о своих навыках у него тоже со такая же самая проблема мы ему даем 10 ловкости и одноручное оружие добавляем готова неважно насколько я помню адам этот это в этот самый где он есть да дам это из этого самого из из атамана это атаман бывший адам хорошо мы не знаю едем мы шариз опять эти набирают пусть набирают мы их опять набьем я не буду воевать с хиргитами не хочу я разве что если и сами хиргиты не захотят со мной воевать я не буду мне не нужны сейчас хиргитский мне надо воевать или с радоками или с этими самыми или саранидами или с радоками саранидами ну дун душ поехал ну шо дун душ сейчас я могу разгромить набрать вот этих вот всяких хардокских тут это так не хочу езжай дун душ не хочу сражаться с хиргитами с хиргитами мне не интересно с ними вот эти долгая возня абсолютно безрезультативная живу если бы я был бы заинтересован в их них феодов другое делаем может а так я не поддерживаю короче своего сюзерена который решил развязать войну с хиргитами я требую войны с саранидами мне нужен замок арав так малайп малайп поговорим с малайпом потому что сказать о своих навыках малайп 11 ловкости мулайпа готова продолжаю в том же духе мулайп готова и едем шариз мужу около шариза таверну продавать пленных привел несколько пленных хочу продать саранидские сваде свадийский не все свадийский сержанты и свадийский метки арбалетчики хорошо готова и мы значит управлять гарнизоном здесь отдаем вот этих пленных секирщик от рака дадим незнакомых наемников стоит ли их отдавать метки и лучники по главе нажимать дадим оружие борца в копе носов младших дружинников вегирские конные наемники не знаю подымем их вышек свадийским конным наемником какая разница ну так вот примерно будет выглядеть наша армия на рыночную площадь торговец оружием но здесь то оружие мужем тем оружием торговали назад вернуться и уйти поговорим с кем мы там бомбайт даниэль амуниган малайп ян лукаш джошуа лукаш джошуа ян ян лукаш ян поговорить с я нам на твое вооружение снаряжение ян и дадим мы тебе вот эту вот броню и вот эти вот рукавицы у нас есть еще на одного на даже на двоих наверное это самое две лошади мы можем еще пару кури пару тяжелых всадников у нас есть тут где-то пару атаманов и мы сделаем из них пару тяжелых всадников готово уйти вещи у нас здесь есть значит броню эту мы оставим у нас есть здесь два два коня два шлема железные поножи которые нам в общем сейчас не нужны на рыночную площадь торговец доспехами продадим железные поножи на вернуться уйти отряд и поговорим с бомбайдом бомбайт она твою имущество бомбайт вот мы значит с бомбайдом можем платные сапоги у нас еще здесь есть вот у нас тут есть еще доспех у нас тут еще одна лошадь есть у нас нету щитов да ну вот эти мы не будем сейчас им давать потому что это для тех кто дешевеет там это самое кто остался там сейчас мы им отдадим большое копье но еще один щит этот вот так два щита два копья два топора две лошади два шлема двое сапог ну все вроде мы можем это самое создать двух еще усадников поговорить с ними храбро сражается тима туда мне нужны такие воины тима хороший парень и второй у нас сатаман будет как у тебя зовут тоже хорошо слетер все прекрасно тима ты слетер тима поговорить с тобой о твоих навыках и мы ему дадим 13 силы и 10 ловкости не ему не надо 10 ловкости не увладение оружием огромное дадим им 9 ловкости и 14 сил вот так вот это будет правильно одноручная все в одноручное загоним ну и древко вы еще добавим одно так все готово на имущество имущество но никакого нету вооружение и снаряжение и здесь мы дадим вот эту рыцарскую лошадь значит латные сапоги крылатый большой шлем вот этот доспех латные перчатки марин штерн вот наш тима неважно тима ты будешь конницей конница и мы тебя поднимаем тима вверх выше до сона и слетер поговорим со слетером женском платье это палкой на какую-то лучше да а твоих навыках слетер и значит мы ему даем 9 ловкости и 13 силы и значит все одноручная и в древковая все готово на твое имущество но нету на твое снаряжение значит мы ему даем эту шапку прекрасно он выглядит сейчас такая рогатая барышня хорошо он выглядит нам побыстрее мы снимем с него это платье дадим им сапоги боевое копье тут какое-то ладно щит мы ему дадим копье топор и лошадь все готово фрейтер ты будешь у нас конницей и мы тебя поднимем выше выше до сона все у нас будет 12 тяжелых всадников так готово то мы все продадим на рыночной площади шаризе торговать вот этим всем прям так вот станем кому драное женское платье кому так и вернуться назад и уйти все так в общем то отряд наш готов к бою можем взять еще нескольких нескольких людолов если они здесь есть гарнизон да у нас здесь сколько гвардейцы личного круга 16 человек было 20 я короче в шоке немного конный арбалетчики хозяин каравана радовский сет людоловов 136 ну вот возьмем людолов а возьмем 40 господи он до тяжелых всадникова дадим можно еще кому-нибудь отдать конных стражей каких-нибудь так не нужны сейчас крути на собирал я толпу собирался взять этот самый город читовые как его называют замок а теперь что не знаю даже что и делать у меня полторы тысячи здесь народа стоп я еще хотел значит этих самых девок нарядить в это все или там кто там есть до управлять гарнизоном и кто там у нас есть бундук бахишту рурмарнит дешеви давайте заберем дешеви так готова уйти отряд и значит здесь у нас у бомбай да это все по моему бомбайт на твое имущество бомбайт и мы возьмем латный доспех 1 и латный доспех 2 назад не важно и значит дадим дешеви на твое вооружение снаряжение мы тебе даем латный доспех у дешеви по моему хорошую рукавицу очень хорошую да ну как она будет на хирийском скакуне хирийский скакун это все-таки хирийский скакун дешеви и клети поговорить с клети на твое вооружение снаряжение и мы даем ей латный доспех все назад не важно а то отпускаем их обратно в шарис так вот дешеви отдаем и клети отдаем так следующие уже будут вот эти ребята елена у нас есть у алоена есть бундук бахиштура темнир вольф марнит все вот это вот ребятки будут сам эль карл девин логан да он кул джозеф эрик но этих я потом переодену будет у меня возможность я их переодену перед тем как быть замки и там им все это самое этим и не будет так а ну вот этих еще переоденем эти джошуа адам этот тимат слейтер дасон айден лукас вот этих тоже переоденем для этого надо набить побольше этих как их называют где у нас там этот бомбайт побольше готова уйти отряд бомбайт побольше набить свадов 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 потому что только у свадов такой лут можно не важно готова поехали бить свадов я не хочу я живу сражаться с этими самыми не интересно мне с ними них абсолютно никакого толка нету с этих каких называют с хиригитов ну единственное шутка пленные в общем денег у меня сейчас достаточно и гоняться за тем чтобы с хиригитами я не согласен с политикой ироглека поэтому буду бить свадов так градуки хиригиты заключили мир хорошо Ну, вот у нас есть. Есть граф Джозефа, который попал. О, да не один. Он попал вместе с Деленардо. Так, у Деленардо 10 тяжелых всадников. У Джозефа два рыцаря. И 32 тяжелых всадника. Плюс 1х Эсквайр. Ну, и там еще сестры меча какие-то, 4. Да, неплохо, неплохо. Я могу легко даже получить от них по шапке. Да, что ты можешь рассказать мне о своих навыках? Тебе даем силы. Опять 16 силы. Мощный удар у них будет вот так вот. Готово. Не важно. Готово. Нам нужно где-то брать пятерочные, шестерочные луки. Их 250 человек. У меня 160. Я не знаю. Я сомневаюсь, что им, конечно, могу накостылять. В общем-то, они мне тоже могут весьма, весьма хорошо настучать по голове. Ну, задумаешься. Попробуй за Джозефом погнаться. Ага, Деленард. Так. Раунд Джозеф. Атаковать их. 262 человека. Я, наверное, это придумал. Наверное, это я придумал. Конец и сесть в верху. Конец и слыки тоже сесть в верху. Наверное, это я зря придумал такую штуку. Здесь 260 человек. Ммм. Их многовато. Они могут меня побить. Отлично. 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 ну не главное, что он с ладийским рыцарем а это Девинард или Джозеф? кто это из своих? а это кто-то из них из Девинард не нужен лица садийский тяжелый всадник, мне нужны рыцари ну это по-моему Девинард или кто-то там все, леди Тамару глушили кто-то из тяжелых всадников из моих смело атакует, но это скорее всего какой-нибудь Девинард потому что рыцарь бы уже давно забил моего тяжелого всадника ну это Девинар, да, потому что граф Джозеф будто глушен, а Девинард тут катается он уже меня ударил, Джозеф меня ударил и Девинард меня ударили порой ты посмотри, я шо совсем не наношу урона шоу нет, это свадийский рыцарь, а, ничего себе, кто это там на... втягался со свадийским рыцарем на равных а ну-ка надо посмотреть кто это это, не до сон случайно еще? ну этого я уже не узнаю, он уже смешался с цельпой ну байт, майлайт, макель доглушена макель доглушена Утой! 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 Один! Утой! 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 хорошая прихода, весьма неплохие арбалетчики все, запаривая размахивает на длинной ручке в общем, конечно, потери мы несем минимальные, это понятно, наехал опять кони, сейчас мы, короче, побьем, да, тут уже такое дело, сейчас опустим, 70, 80, 140, 150, ну, подзатянулась битва, вот, где есть личного круга, или долог, потери будут, конечно, да, что тут говорить, 6 убита, 39 ранено, да, если бы у диленарта, и кто там, это самое, там, диленарта, наверное, если бы у него были бы рыцари, то могли бы не вытянуть, и так он увалит, удало, глушает, я просто не хочу соваться, у меня уже совсем мало жизни, ими просто меня сейчас одним ударом где-нибудь случайно пропущу гвардецей личного круга, я теряю вардецей личного круга, у меня не так много этих гвардецей… 5 вардица личного, опять вардица личного клуба убили но углашили двоих убили да там чувствительнее потери я понесу дух ручной до 312 я улучшил благородные гвардейцы с водистиками наемники ну в общем да тут осталось это наверное последний респаун их последний респаун уже давайте добивайте я уже не вмешиваюсь осталось 20 человек 162 ранили но зато потеряли благородные гвардейцы наверное добрый десяток потеряли не благородных этих гвардейцев личного круга я благородных нет гвардейцев личного круга благородных конечно это была трагедия такая тяжело они достаются и так легко их это самое потерять да все мы выиграли эту битву еще один там кто-то будет воевать ну свадов конечно положение сейчас плоховато ну в смысле лорды лорды армию набирают конечно армии слабо тянут охоту из этих самых замков так что передышки им давать нельзя дать передышку не быстро восстановится так продолжить ну вот граф улим уем дельнард вы славно бились гравджу вы славно бились а рыцарь есть рыцари не вижу да один рыцарь есть то все остальное тяжелые мечники тяжелые всадники тяжелые пехотинцы радокские сержанты радокские меткие арбалетчики тут сестры меча меткие лучники карахергит свадийские арбалетчики готово даже не полностью эти самые отряды прокачаны позавчерашняя свинина ну пока что не написано что ему нельзя есть вот у нас есть латный доспех доспех с нагрудником рыцарский боевой конь латные сапоги железный понож оставим пока так что у нас тут большой двухручный пусть будет большой двухручный и одноручный рыцарский и большие большие копья бацинет ну не знаю бацинет пусть будет бацинет все все остальное значит такое на продажу назад собрать 22 из 30 и значит будем уже разворачиваться сразу обратно на шарис да катарина поговорить с катариной о твоих навыках 16 и что тебе дать катарина зоркость упаковка тактики мы тебе дадим готово кто там у нас следующий малая пьян лукаш давайте лукашу дадим поговорить с лукашем на твое вооружение снаряжения и мы ему дадим вот этот вот значит этот самый да перчатки да ладно пусть пока в этих поездят ничего страшного все готово да и будем разворачиваться на шарис значит для продажи пленных там туда-сюда лута ну будет это все уже в следующем видео да а пока все подойдет я